В каком преступлении подозревают Сталлоне, как погода помогла солдату из КНДР бежать в Южную Корею и какую информацию скрывала от пользователей айфон? Об этом и не только в нашем обзоре. Еще одна женщина обвинила Сильвестра Сталлоне в изнасиловании. Полиция Санта-Моники в Калифорнии подтвердила. Жалоба от жертвы действительно поступила. Правда, дело было со слов пострадавшей в 1990 году. Якобы актер изнасиловал женщину прямо в своем офисе. Полиция начала предварительное расследование. Сталлоне все обвинения в свой адрес отрицает. Его уже обвиняли в изнасиловании в 1986-м. Густой туман помог солдату КНДР бежать в Южную Корею. Он преодолел сухопутную границу в демилитаризованной зоне. В Сеуле подтвердили, между военными двух стран произошла перестрелка. Солдат пересек границу рано утром, когда туман был очень густым. Его преследовали отряды пограничников из КНДР, но безуспешно. Издание САН опубликовало видео. Парень в лондонском метро прыгнул с одного перона на другой прямо перед поездом. На кадрах четко видно, что он специально ждал прибытия поезда. В соцсетях смельчака раскритиковали. В основном писали, что риск неоправданный. В администрации метрополитена заявили, уже начали расследование. Так как действия трюкача были опасны для остальных пассажиров. Apple намеренно тормозит работу старых моделей iPhone. В компании официально подтвердили подозрение многих пользователей смартфонов. Но там это объясняют с желанием продлить работу батареи, которая со временем изнашивается. Устранить неудобства можно, заменив аккумулятор. Теперь цифрового гиганта критикуют за сокрытие этой информации. И обвиняют в том, что работу старых моделей тормозили, чтобы стимулировать пользователей покупать новые. У берегов Папуа-Новой Гвине обнаружили субмарину, исчезнувшую более ста лет назад. Об этом сообщили в Министерстве обороны Австралии. Эта подлодка стала первой потерей союзников в Первой мировой. Судьба 35 членов экипажа до сих пор неизвестна. Новые поиски субмарины начались на прошлой неделе. Беспилотники определили, что обломки подлодки находятся на глубине 300 метров. Сотрудники береговой охраны США спасли морскую черепаху, которая застряла среди тюков с кокаином. Она запуталась в веревках, которыми был связан груз, брошенный контрабандистами. Их общая длина составила более 22 метров. Спасатели срезали путы и освободили животное. Затем из воды выловили 800 килограммов кокаина. Стоимость конфиската 53 миллиона долларов.